И начнем мы с Витебска, именно в столицу музыкального фестиваля. В эти выходные направлено все внимание не только белорусов, но и наших гостей. Славянский базар это действительно праздник лета, музыки и единства народов. А еще особая атмосфера, которая бывает именно в дни фестиваля. На одних улицах собираются звезды, их поклонники, гости и жители города. Сегодня к праздничному марафону подключилась и молодежь. Для них развлечение на любой вкус. Тематические площадки будут работать до позднего вечера, так что еще можно успеть за порции положительных эмоций. Приветы и поздравления сегодня фестивальная столица принимает и от друзей соседней страны на Славянском базаре День украинской культуры. Приветствие участникам концерта направил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию концерта с «Украиной в сердце» покажет наш канал в 22.10. Завершился сегодня и детский музыкальный конкурс. Два выступления в один день. Ну вот уж точно программа насыщенная. Самые яркие моменты этого дня собрала Ольга Масловская. Если бы этого праздника не было, его следовало бы придумать. На Славянском базаре зажигает молодежь. На сцене и спортивных площадках. В танцах, каверах и граффити. Замечательная молодежная интерактивная площадка. Собраны все направления деятельности, которые интересуют нашу молодежь, безусловно. Это здорово, что есть место, где молодежь может самовыразиться. Быть молодым значит быть модным. А мода сейчас на спорт. Молодежный забег. Второй год подряд уличное движение замирает, чтобы дать дорогу молодым и активным. Площадка возле амфитеатра тоже для них. Здоровый образ жизни, я считаю, важен сейчас очень для каждого. Для меня я много времени посвящаю этому. Вообще здорово, что проводятся такие мероприятия. То, что есть возможность молодым ребятам показать свои возможности. Сотни участников Дня молодежи шлют привет из фестивального Витебска. Через соцсети? Нет. В открытках и почтой. Лимитированное издание. Карточки с изображениями достопримечательностей Беларуси. Отправить можно бесплатно. А вот тем, кто соберет всю коллекцию, приз. В комплекте 26 фотографий, но я, пожалуй, выберу вот эту с изображением родного Витебска. И, пожалуй, самого узнаваемого объекта в городе летнего амфитеатра. Отправлю ее подруге в Гродно. Лена, жди. Открытки очень быстро разойдутся по стране. Участники молодежного поезда, который сегодня отправится из фестивальной столицы в путешествие по Беларуси, будут дарить их молодежи регионов. От станции Витебск состав под названием «Беларусь. Молодь с натхнением» отправится в 23.00. Мы пообщаемся с молодежью, мы поработаем с ними в открытом формате. Но надо сказать главное. За молодежью будущее – это не просто банальная фраза. Я думаю, что это тот смысл жизни, ради которого мы все живем. Я думаю, что мы живем для того, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Важные темы для молодежи, для каждого активисты обсудили сегодня во время открытого диалога. Память – то, без чего нет будущего. Участники Дня молодежи возложили цветы к вечному огню на площади Победы. А гости из Брестской области постарались перенести друзей в места партизанской славы. Молодежь потоком идет и идет в наши леса. Почему? Потому что там воевали их деды, прадеды. И они сохраняют эту память. И настолько им интересно то, чем мы занимаемся, что мы показываем. Они участвуют даже у нас в самих реконструкциях. Музыка из старого кино и современные хиты. Вся палитра музыкальных предпочтений на одной конкурсной сцене. Так совпало, что именно в День молодежи на Славянском базаре состоялся детский музыкальный конкурс. Два выступления в один день. Но разве это сложно? Удивляются конкурсанты из Финляндии Сергей Рябитва. Это нормально для меня. Если я час уроков выдерживаю, значит два раза спеть в день это нормально. Беларусь в вокальном состязании представляет 14-летняя Ангелина Ламака. На Славянский базар отобралась с третьей попытки. В силах уверена. Я настроена на победу. Я на 100% готова. Я сейчас, конечно, немножко волнуюсь, но это уйдет, когда я уже буду стоять на самой сцене. Я вот уверена. Вердикт жюри огласит завтра на детском гала-концерте. И маленьких звездочек обязательно искупают в овациях, как это случилось сегодня с участниками концерта «С Украиной в сердце». Хочется просто пожелать всем вот такой вот солнечной погоды в душе. Мы рождены для того, чтобы любить друг друга, дружить, чтобы дарить нашим зрителям песни. Я, например, всегда готовлюсь, даже готовлю костюмы, чтобы было ярко, красиво, чтобы всем все понравилось. А завтра на Славянском базаре в Витебске громким аккордом о себе заявят белорусские артисты. В 16 часов на сцене летнего амфитеатра в сопровождении президентского оркестра споют Анатолий Ермоленко, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Инна Афанасьева. В шоу выйдут и участники взрослого вокального конкурса. Это будет их первое выступление. Второе состоится в концерте закрытия. Так что интрига, кто победит, раскроется аккурат под занавес фестиваля. Ольга Масловская, Михаил Христофоров, Агентство теленовостей.